Мы продолжаем законы Бекур-Холим, законы Бальнова. В нашей недельной главе очень интересная история в отношении еврейского народа, который в очередной раз жаловался на плохое питание в пустыне. Меню был очень маленький, однообразный. И там написано, что Всевышний послал там змеи, которые кусали всех. И Мошера Бейну взял медового, медного змея и поставил. И каждый, который смотрел на медного змея, он жил. И очень интересно, что эта медного змея потом еврейскому народу стал предмет в храме в течение долгих и долгих лет. На самом деле, вы должны знать, что сегодняшняя символика аптеки, которая у нас есть, в каждой аптеке есть змея с такой подставкой, это именно оттуда взялся символом лечения. И это стал такой важным предметом храма, что евреи уже не отличали и начали поклоняться перед этим предметом. Они думали, что есть какое-то божество, которое называется медовая змея. До того, что зашел царь Хискияу и убрал этого. Конечно, скандал был огромный. Хискияу, царь Хискияу уничтожил предмет, который составил Моисей. Еще есть исторические ценности, археологические ценности. И все равно мудрецы этого поколения, они согласились с ним, что он правильно это сделал. И Мишна, в Росшана, также обращает внимание на это медовая змея. Говорит, что на самом деле идея ставить змея на поставок, так что говорит, что эта идея повторяется много раз и в Тальмуде, и в Медраше, что каждая физическая болезнь имеет духовную исток. И когда есть духовная болезнь, тогда это приведет тоже к физической болезни. Это, конечно, это уже раскрыли другие медицинские школы, которые говорят, что есть большой связь между психическим здоровьем человеком и физическим здоровьем человеком. Это, по-моему, называется хрулистская медицина. И идея такая, что когда человек смотрит наверх, он не смотрит только на медовую змею, он смотрит наверх на небеса. Когда человек смотрит наверх на небеса, тогда создался связь между небом и человеком, между Богом и человеком. И это является самым большой, самым хорошим курсом лечения между человеком и Богом. И поэтому, когда человек воспринимает лекарства и уходит к врачу, он должен знать, что врач является только шальяхом. Врач только является посланником Всевышнего. И на самом деле, это Всевышний, который лечит человека. Есть тоже такая молитва, называется Тфилат Харамбам. Это молитва Маймонида, которая для каждого врача до того, что начинает лечить человека, где врач говорит следующим образом, что он только является посланником, и он хочет быть хорошим посланником, и он хочет, и что Всевышний дал мудрость сделать правильный диагноз и правильный курс лечения. Значит, у многих еврейских врачей висит эта молитва Тфилат Харамбам для врача, висит на входе в приемную. И для каждого врача это хорошая идея, иметь это и говорить это молитва, поскольку, в первую очередь, это научит, какая скромность. Иногда бывает, что есть врачи, большие профессоры, которые думают, что они являются даром Бога на этой земле, что кроме них никто не имеет сделать. Иногда бывает, что врач забывает, что он является только посланником. Я вернусь, что будет иметь, что они находятся в правильный истинание, Продолжение следует...